Два года работы более тысячи снимков, сделанных при помощи фотоловушек. Теперь все это на страницах атласа дальневосточного леопарда. На каждую пятнистую кошку составлен своего рода паспорт, где указано имя, возраст, пол и даже место обитания. Хочется как-то поделиться с людьми теми эмоциями, теми знаниями, которые мы получаем у леопарда. Потому что зачастую результат просто фотомониторинга, сбора фотографий леопарда, это сухие цифры. Фото-досье вошли как старейшины парка, за которыми наблюдают более 10 лет, так и новички, которых обнаружили только в этом году. Каждую из редких кошек знают по следам на снегу и пятнам на шкуре. У каждой особи они как отпечатки пальцев. По примерным подсчетам на территории земля леопарда обитают 35 особей. Это без учета котят подчеркнули сотрудники национального парка, хотя известно, что их не меньше семи. Чтобы сохранить, нужно узнать и полюбить. То есть главной причиной все-таки вымирания редких видов является человек, как бы не прискорбно это звучало. То есть и в первую очередь не из-за того, что человек хочет причинить кому-то зло, а зачастую по незнанию. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения леопардов, сотрудники национального парка запустили проект «Придумай имя леопарду». Имена давали всей России, участвовали дети, известные политики, артисты. Крестными леопарда стали и игроки хоккейного клуба «Адмирал». Альтернативы было две. Валера и ребята еще хоккеисты сами предлагали назвать его Феликс в честь немецкого нападающего Феликса Шутца. Мы подумали, что, наверное, лучше будет и правильнее, если российский дальневосточный леопард будет носить легендарного хоккеиста, легендарной личности в истории мирового хоккея Валерия Харламова. Первое издание «Аклоса земли леопарда» вышло тиражом 2000 экземпляров. Решено его не продавать, а раздавать по школам и образовательным учреждениям. Кроме того, с появлением новых фотографий редкой кошки будет выпущено еще не одно подобное издание.